с вами николай пимненко в проекте дата сегодня 18 декабря день работников органов загса в россии всем известная аббревиатура расшифровывается как запись актов гражданского состояния именно здесь официально создается или прекращает свое существование семья происходит регистрация новорожденного гражданина или выдается гербовое свидетельство о смерти изменяется фамилия имя или отчество и многое другое кстати в москве каждые две минуты 30 секунд одна пара заполняет заявление о регистрации брака и каждые три минуты к сожалению о разводе сегодня день подразделения собственной безопасности органов внутренних дел россии а также международный день мигранта еще день арабского языка в оон праздник был учрежден департаментом общественной информации организации в 2010 году для празднования многоязычия и культурного разнообразия а также для содействия равноправному использованию всех шести официальных языков во всей организации но теперь о родившихся в 1718 году рождается анна леопольдовна мать императора ивана шестого при котором была регенши в 1740 41 году в ноябре которого она была свергнута в результате дворцового переворота после которого на российский престол зашла елизавета петровна скончалась анна леопольдовна ссылки в 1890 год рождается эдвин армстронг американский радиоизобретатель разработавший к 1933 году систему вещания в fm диапазоне ставший еще в 20-х годах миллионером он вкладывал все средства в разработку своего детища и в 1939 построил таки первую fm радиостанцию но так как новая система требовала радикальной смены передающих и принимающих устройств радиопромышленность не проявила интереса к его изобретению потратив все свои средства и здоровье в битвах за продвижение своего изобретения армстронг взял и покончил жизнь самоубийством в 1921 году рождается юрий никулин российский актер клоун директор цирка на цветном бульваре народный артист ссср герой соцтруда любопытно но великий актер оказывается не смог поступить ни в один театральный институт в приемных комиссиях говорили мы не видим у вас актерских способностей ваше лицо невыразительно вы не будете смотреться на экране попав как-то вместе с отцом цирковое закулисье маленький юра был очарован яркими костюмами веселыми шутками клоунов тогда у него появилась мечта смешить людей вся жизнь юрия никулина была связана с цирком в нем на цветном бульваре он проработал 50 лет в 1930 году рождается владимир ворошилов советский российский художник режиссер писатель телеведущий автор программы что где когда в 1946 году день рождения стивена спилберга американского кинорежиссера сценариста и продюсера многократного лауреата премии оскар и золотой глобус ныне является одним из наиболее успешных режиссеров мира в 1955 году родился алексей венедиктов российский журналист главный редактор и ведущий передач радиостанции эхо москвы а в 1957 году родился игорь скляр советский российский актер театр и кино заслуженный артист рсфср 1963 год день рождения брэда пита американского актера в 1973 или я вербуха российского фигуриста и тренера в 1980 году кристины агилеры американской поп-певицы будучи чрезвычайно талантливым и одаренным в разных сферам человеком она активно занимается благотворительностью и благодаря ее популярности эта деятельность приносит огромные успехи хотя конечно для своих поклонников она остается в первую очередь певицы и звездой телеэкрана история дня 1833 год был впервые публично исполнен новый гимн россии боже царя храни первый официальный гимн российского государства с оригинальными словами и мелодией написать гимн император николай первый поручил музыканту и композитору а также дирижеру алексею львову автором текста был жуковский николай первый утвердил гимн только после 25 декабря 1833 7 января по новому стилю когда помимо рождества россия праздновала окончательное освобождение от нашествия дву на десяти языков львов получил награду табакерку с бриллиантами а в 1834 году был зачислен флигель-адъютантом чине ротмистра в корпус кавалергардов для несения придворной службы 1843 год начато регулярное движение амнибусов от гостиного двора до васильевского острова отправление производилось каждые полчаса амнибус это открытый вагончик с размещенными поперек сиденьями для пассажиров он вмещал от 10 до 16 человек впоследствии число увеличили до 19 первый общественный транспорт в петербурге не считая дилижансов которые курсировали главным образом в пригородах 1865 год сша после победы северян четырехлетней гражданской войне с рабовладельческим югом была ратифицирована и вступила в законную силу принятая конгрессом полугодом ранее 13 поправка конституции запретившая рабство в ней говорилось не в соединенных штатов ни в каком-либо другом месте на которой распространяется их юрисдикция не должно существовать ни рабство ни подневольных работ кроме случаев наказания за преступление за совершение которого виновный был должным образом осужден 1976 в цюрихе состоялся первый в истории обмен политзаключенными между ссср и западом диссидента владимира буковского на генерального секретаря цк чилийской компартии луиса карвалана в дальнейшем карвалан тяготился жизнью в москве и в конце концов уехал обратно на родину в чили а буковский из диссидента превратился в респектабельного борца за демократию и даже был выдвинут на пост мэра москвы но сам от такой заманчивой перспективы отказался но еще одно событие 2004 год в пекинском оперном театре завершился первый в истории международный конкурс мисс пластическая хирургия в буквальном переводе с тайского рукотворная красота победу одержала 22-летняя фэн зянь студентка из земли не она перенесла четыре операции которые позволили обзавестись складочкой на веках избавиться от жировых отложений на животе облагородить форму скул и скорректировать овал лица до финала дошли 19 претенденток в возрасте от 17 до 62 лет чтобы исключить возможность обмана от конкурсанток потребовали справки о хирургических вмешательствах идея такого состязания возникла несколькими месяцами ранее когда на одном из китайских конкурсов красоты жюри дисквалифицировала участница узнав что та исправила свою внешность за сто десять тысяч юаней опять же красота спасет мир даже специально сделанное с вами был николай пивненко в проекте дата субтитры создавал DimaTorzok и следует... субтитры создавал DimaTorzok